Меня зовут Андрей Елена, я являюсь руководителем технологии в СУСКИЙ консалтинг. Здорово! Елена, начнем с того, для чего вам нужен был английский и сейчас он учен. Для того, чтобы мне нужно открывать филиал в Нью-Йорке, это наш первый филиал американский в СУСКИЙ консалтинг, и для этого мне нужен очень хороший английский язык. Неужели в Америке нет места, где мы могли бы научить действительно хорошему английскому, кроме как у Шестова? Ну, курс Шестова уникальный в своем роде, действительно, подобных аналогов нету, и то, что он работает именно в таком виде, никаких подобных вещей мы нигде ранее не видели. Ну, да, это правда. Мы много искали. Понятно. На мастер-классе какие открытия вам больше всего запомнились? Открытия связаны с тем, что, во-первых, то, как произносятся слова, и то, как они пишутся, это совершенно разные вещи. И хотя в русском языке мы это встречаем и для нас это нормально, но для английского языка для меня это было откровением. Я только после этого поняла, почему я не понимала американцев, почему я не понимала многие фразы, и почему их нельзя именно таким образом учить, как мы их учили, вот читая, да, пытаясь читать правильно. Я увидела, как смешно мы смотримся со стороны. Я поняла, почему мы не понимали, вот, буквально, недавно на встрече у меня наш американский клиент, то есть, когда я говорила вроде простое слово, и он меня переспрашивал несколько раз, и так пока сам его не проговорил, он не понял. То есть, на самом деле, ну, понимание пришло вообще всех проблем, которые у нас есть языком здесь с английским, и я все эти проблемы здесь осознала, почему они существуют и как от них избавиться. И это примитивнейший способ повторять. Как вот дети учат, повторяя, точно нас произведя в этот, примитивнейший способ повторять, повторять, повторять в точности звуки, он работает и во методике шестова, и другая методика никакая не работает, потому что мы будем говорить как в России. И для консультантов, которые у нас в профессии достаточно серьезные, менеджмент, то для нас только такой способ будет работать. То есть, мы должны очень точно правильно произносить. Поэтому для меня было вот это открытие. Ну, были открытия, что очень большую роль играет в звуке то, как двигается рот, то, как двигается язык, и что на это можно смотреть, и поэтому можно видеть, о чем говорят, люди понимать. То есть, я тоже раньше этому очень большое внимание уделила коротким и долгим звуком, я убедила, в чем разница. Я поняла, что такое дифтонги, и вообще, что такое вот эти звуки, сложные, двойные, тройные, и для меня это стало понятно теперь, как это читать, как это произносить, как это видеть, как это говорят другие, и что они говорят с точки зрения звуков. Я теперь могу лучше воспроизводить, просто понимая, о чем они говорят. За эту неделю, пока вы проходили мастер-класс, у вас получилось применить технологию в жизни. Какой эффект произвели вы на носителей и на себя саму? Я просто поняла, как мне двигаться дальше по курсам, ну, по дальнейшим тренировкам, потому что я уже начинала эти тренировки в видеотренировке, но я не могла их делать самостоятельно, потому что я очень много моментов выпускала, и я об этом увидела только вот на очном курсе. Какие, что именно, я не видела. Я не видела, что артикуляция важна, что то, как он говорит, открывая рот, не открывая, что это имеет ключевое значение в звукопроизношении. Теперь я это, все эти нюансы я теперь вижу, я смогу в точности уже это воспроизводить более точно. То есть для меня, наверное, важным было, что я настроилась на дальнейшие тренировки. Я поняла, как дальше мне нужно тренироваться, потому что без тренировок я не смогу это делать уверенно. То, что уже сейчас изменилось, то, что я стала слышать вот эти короткие, ну, сьетые фразы, сьетые слова, я стала их слышать и понимать. У носителей, в фильмах, просто в разговорах. И мне стало проще, я стала, ну, действительно распознавать это все. Ну, вот это, наверное, то, что сразу произошло. Понятно. Как вам машинопись по шеству? Какое применение машинопись? Машинопись – это особенное дело, потому что это настолько уникальная технология, ну, шедевр, я считаю, с точки зрения методики, запоминать, как двигаются именно руки на каждую букву. И это позволяет вспомнить это движение и воспроизвести его в точности и не забыть. Потому что до этого я пыталась просто по тренажерам это делать, не понимая, как правильно двигать пальцами. И у меня, ну, я не могла это усвоить, сколько раз не начинала, все время бросала, потому что пальцем было неудобно за эти, ну, я не знала, как эти переходы делать по боку. Оказывается, нужно вместе с рукой делать. И это для меня было огромным открытием, прямо вау. И когда я это попробовала, это действительно гораздо проще. И это стало ложиться мне удобнее. И я поняла, что я сейчас, у меня есть желание это освоить. Потому что, ну, просто дальше тренироваться, совмещать это с машинописью, и я смогу освоить двенадцати пальцевый метод. Десяти пальцевый. Но важно, что до этого у меня даже не было надежды его освоить. Я даже, ну, бралась и бросала, даже уже перестала надеяться, потому что решила, что мне двумя пальцами я гораздо быстрее, чем вот учиться вот этому вот на пальце и пальце, потому что я не знаю, как это вот, ну, нажать на букву на эту. Поэтому это уникальный метод. Я считаю, что он мне на всю жизнь, он изменит вообще всю мою жизнь, потому что вся моя жизнь связана с написанием документа. А кроме слепой печати, какое еще применение вы для себя введите в машинописи? Ну, то ли, в интеллектуальной машинописи по шестому. Кроме слепой печати? Да. Ну, наверное, то, что, как формируются, в принципе, вот эти навыки механические. Развитие абсолютной грамотности, улучшение памяти. Грамотность, я думаю, вырастет однозначно. Я думаю, что это повлияет и на запоминание английских слов, потому что это все связано. То есть это такой печаток хороших этих слов, как они пишутся. Причем, в английском языке действительно разница между написанием и произношением очень большая. И запомнить, как пишутся слова вот с помощью этой машинописи, это, ну, очень важный момент. Потому что, как произносится, мы уже более-менее там начинаем тренировать и понимать. А как пишется, я думаю, боже, сколько же еще надо учить, чтобы это еще как пишется, да, запоминать. Но вот благодаря этой машинописи и вот этой методике, что надо произносить все по буквам, новые слова, это тоже очень интересно. И это действительно, ну, это правильное запоминание, правильное создание автоматизма. То есть это единственный правильный способ, как можно выучить и создать в себе навык новый, связанный с говорением, с написанием, с чтением и так далее. Я считаю, что это действительно единственный способ, как это можно сделать. Все остальное – это насилие над собой, и потом бьешь себя, потому что ты не можешь запомнить это. А вот этот вот способ, он действительно, он связан с механикой, он позволяет это запомнить, не надрываясь, не заставляя себя, а просто повторяя, 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 ты это запомниешь. То есть это уникально. В методе это уникально. Может быть, пожелание какое-то маэстро команды шестого? Пожелание, я вам желаю, чтобы у вас получалось создать материалы очень хорошие, которые бы создавали у людей правильное понимание вашей уникальной методики. Чтобы понимание у других людей, чем ваша методика отличается от других, чтобы это понимание создавалось быстро, легко, и как можно большего количества людей. Потому что основа вашего успеха – это чтобы люди просто увидели, в чем вы уникальны, на порядок. Порядок – это в десять раз. В чем вы на порядок отличаетесь от других методик. И вот создать это понимание быстро, легко, красиво, в умах как можно большего количества людей я вам желаю. Субтитры создавал DimaTorzok ФИАС-ТРОР